Здравствуйте! В эфире «Лицейские новости» и с вами мы, Губан Анастасия и Каберин Алексей. Весна. Прекрасное время года. Леша, ты не заметил, как все изменилось вокруг? Я бы рад заметить, но мысль о приближающихся экзаменах отодвигает на второй план и весну, и всю связанную с ней романтику. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск новостей подарит тебе и все они настроения, и ты с оптимизмом сядешь за учебники и тетрадки. Спасибо, Настя. Я попробую. Итак, новости. Сегодня в выпуске. Участие Степанова Лето Абертовна в городском конкурсе «Классный руководитель-2012». Городская конференция «Эврика». Участие лицея в Международном форуме информационных технологий. Премьера спектакля «Любовь к траве апельсина». А также традиционный экологический конкурс. 17 апреля Степанова Виолетта Альбертовна и ее 8-й В-класс стали лауреатами городского конкурса «Классный руководитель 2012 года». В предыдущем выпуске мы уже рассказывали о блестящей победе этого коллектива на районном конкурсе. И нам приятно отметить, что на городском этапе Виолетты Альбертовны и ее подопечные выступили очень достойно и заслужили прекрасные отзывы. Новости науки. 14 апреля состоялась 42-я конференция городского научного общества учащихся «Эврика». Результаты конференции говорят о хорошо организованной научной работе лицея. Дипломы первой степени получили 5 лицеистов, второй степени 6 лицеистов, а третьей степени 11 лицеистов. Поздравляем участников и их научных руководителей. С 18-го 20 апреля на территории Нижегородской ярмарки проходил 5-й международный информационный форум IT-форум 2020 или «Информатизация нашей жизни». Наш лицей в составе 4-х школ города принял участие и в итоге стал лауреатом этого международного фестиваля. Ученица 9-го А-класса Иванова Настя и ученик 3-го Д-класса Коротков Миша выступили с презентацией «Исследование современного оборудования в организации исследовательской деятельности школьников». Также в работе форума приняли участие учителя Кроткова Людмила Михайловна, Енюшкина Елена Александровна и Дмитриенко Ольга Николаевна. Корреспонденты студии 8-ТВ сняли о работе форума небольшой репортаж. Его мы и представим вашему вниманию. Здравствуйте, мы в Нижегородском ярмарке. Здесь проходит пятный народный форум информационных технологий. Давайте туда зайдем и узнаем, что же там происходит. Итак, в самый разгар этих форумов прибыл губернатор Нижегородской области Балерий Шансов. Это огромная выставка, заделена на нескольких секторах, у каждого из которых представлены новинки технологий в эту отрасль. Некоторые уже являются рабочими прототипами. Сейчас попробуем участвовать текст для этой огромной плеер. Хорошо, если их поворачиваю, разворачиваю, разворачиваю. В публике также представлен конструктор Лего, который способен распознавать цвета. На синих квадратах он выбрасывает по одному шарику, на красных пока. Это задание Российской Олимпиады по робототехнике. И вот. Это рыба, которая сама управляется. Видимо, робот. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы управляете бульнией? Видишь грузик? Ага. Смотри. Когда мы ее опускаем в нос, она у нас ныряет на губнике. Понял? А когда назад поднимается? Да, когда назад у нее нос отправляется, мы можем спокойно и я. Ой, не смею. Всем дальше. Я знаю, как она поднимается. Тихо, это завораживает. На это можно смотреть вечер. На 16 триллионов рублей. Расскажите нам. Вот, самый главный автор проекта. Да. Мы знаем, Марисин, с подками. Ром, чуть-чуть. Видимо, с подками подками. Он выпивает. Лучше аплодисменты. Если аплодисментов нет, то он успеет заплоски. Вот. Время. Если же есть, то он становится веселее. Ну, в общем, поэтому, ребята, название проекта «Ученик барабанщика». Если ученик исполнил свою молодию хорошо, то он доволен. Спасибо. Отлично. Это прототипы роботов-футболистов. Это игрушки. Управляются с помощью электронных устройств. Либо мобильного телефона, либо смартфона на базе ОС-Андроид. Реализована эта технология с помощью LEGO NXT. Очень популярная технология для обстановки роботов. Обратите внимание, что самая идея была. Придумана и реализована в группе программистов с компанией Мера. Скажите нам про своих роботов. А что они себе представляют? Ну, какой технологии они построены? Ну, вот мой робот, он создан, чтобы заменять мосты, может быть, указывать новые мосты. Ну, можно даже... Поставить сюда световой датчик, он будет смотреть на сигнал. А вот на старый мост, примерно, поставим флажок, вот так, флажок условного цвета, синий, например. Он должен будет взять синий мост и положить вот красный, например, другой, хороший мост. Вот. Вот для этого, мне кажется, он будет слушать музыку. Вот. Вы можете продемонстрировать работу своего робота? Нет. Вопрос. Спасибо. Театральная студия «Маски» под руководством Валерия Викторовича Зайцева порадовала всех нас премьерой спектакля по пьесе Карла Гоце «Любовь к трем апельсинам». Спектакль, как всегда, прошел при полном аншлаге. И наш корреспондент обратился к Валерию Викторовичу с несколькими вопросами. Валерий Викторович, прошла премьера вашего спектакля. Вы довольны своими подопечными? Да, я очень доволен. Мы постарались сделать все на высшем уровне своих предельных возможностей. Это уже не первая постановка пьесы этого автора. Вам очень понравился он? Да, я люблю очень этого автора, потому что самое главное, все его, вся даже натургия заключается в том, что через страдания, может быть, даже горе или сложные ситуации герои всегда приходят к успешному финалу. Как сказал герой вот этого посудного спектакля, что все всегда кончается добром. Добро – это самое главное, что мне у Карла Гоце нравится. И справедливо есть. В вашем спектакле участвовало очень много 10-классников, которые в этом году закончат школу. Вы будете набирать новую грузку, чтобы ставить свои спектакли? Сейчас пока трудно еще об этом говорить. Хочется дожить хотя бы до сентября, потому что год был непростой, сложный очень. Поживем, увидим. Спасибо. Поживем. 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 Это были лицейские новости. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова